Здравствуйте, товарищи! В этом видео поговорим с вами о бабах и мотоциклах. Что предпочтительнее, что стоит выбрать? Купить мотоцикл или завести себе бабу в хозяйстве? Давайте сейчас попробуем взвесить некоторые плюсы и минусы. Вот у меня сейчас мотоцикл, и я вот вам расскажу, блядь, о своем опыте содержания этого мотоцикла. Иногда мне кажется, что содержание мотоцикла, сука, ничем не отличается с содержанием какой-нибудь бабы, блядь. Даже иногда мне кажется, что это дороже, потому что, честно, я немножко подзаебался уже, как бы, я люблю свой мотоцикл, да, вот ирония, блядь. Я люблю свой мотоцикл, я езжу на нем с удовольствием, но я немножечко что-то подзаебался, потому что это бездонная, блядь, бочка. Это ты только успеваешь ездить на ТО, блядь, с ТО на ТО, ТО на ТО, блядь, то надо, блядь, цепь поменять, то резину, блядь, поменять. Сука, один раз выехал за город, наху, все, надо, блядь, менять цепь, надо менять резину, надо, блядь, пройти плановое ТО, масло менять, блядь, чуть ли не через день. Ну, это я сейчас насчет масла немножко утрирую, конечно. Но, в общем, получается, что ты, блядь, едешь, сука, постоянно на ТО, блядь. У меня этот ТО каждый, блядь, два месяца, наху, грубо говоря, получается. Это немножко заебывает. Опять же, блядь, еще не было месяца, чтобы я что-то не покупал мотоциклу. То есть ты постоянно, сука, туда вкладываешь, 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 то то надо купить, то это надо купить, то, блядь, снарягу для путешествий надо купить, то кафры надо пиздатые купить, то, блядь, крепление к ним, то там еще какая-нибудь хуйня, то ты пизданулся, у тебя там что-то отлетело, надо купить, восстановить, блядь, это постоянная какая-то хрень. Я думаю, содержание женщин напоминает что-то подобное. Поэтому хуй знает, имеет ли смысл заменять одно другим или нет. Ну, в плане мозгоебства, конечно, мотоцикл приятней. Да, в этом, вот, единственная, наверное, его позитивная сторона. В остальном, в последнее время, мне кажется, что он от женщины ничем не отличается. Потому что хочется постоянно что-то купить, что-то ему, блядь, вкусненького, там, порадовать, как-то что-то, блядь, вот. И это постоянно, сука, финансовые вложения, постоянно. Я уж, честно, даже подумал, завести второй мотоцикл. Тоже, блядь, ирония, да, как в отношениях с женщинами люди заводят себе любовниц, блядь. Я уж думаю, может, второй мотоцикл какой-нибудь такой, типа Эндурико, ну, какого-нибудь такого, вот, CRF 250, Хонда, вот, такого класса. Блядь, у меня мечта есть на таком вот мотоцикле сгонять в Швецию, просто, блядь, Швеция, это рай вот для таких путешествий. Там столько дорог, вот, именно грунтового, по лесам можно кататься, блядь, там, вот, ну, вообще охуенно для такого мотоцикла. То, на чем я сейчас езжу, это Хонда НС 750, это больше для асфальта, ну, и такого легкого грунта, грунта, ну, куда-то в дебри я бы на нем не поехал, один, по крайней мере, страшновато. А вот что-то типа CRF, если я не ошибаюсь, CRF 250 называется, то вот на таком, в принципе, можно было бы изгонять, да. Ну, это, как бы, у меня так, мечта на полочке, посмотрим, что будет на... Вопрос, да, теперь же, опять же, вот, ко мне вопрос, да, буду ли я заводить себе женщину или все-таки останусь с мотоциклом? Я все-таки, наверное, останусь с мотоциклом, потому что, блядь, мотоцикл, да, он требует к себе внимания, вложений, перманентных, постоянных, блядь, ну, без этого никак, это не дешевое хобби, я скажу вам. Ну, все-таки оно лучше, чем, чем заводить себе женщину. Ну, это лично мое мнение, кому-то, кому нравятся женщины, пожалуйста, могут заводить себе женщины и вкладывать в них, въебывать, как бы. Ну, опять же, мотоцикл, я, вот, мужчине, да, вот, сами понимаете, мужчина всегда вкладывает в то, что он контролирует. Мотоцикл, я его контролирую, то есть я его контролирую от и до, скажем, от его технического состояния, от управления им, то есть я, у меня полный контроль над мотоциклом. Поэтому вклад в мотоцикл, вложения, это они, как бы, оправданные, что ли. А женщина, ты ее не контролируешь, это автономная единица, которая живет сама по себе, со своими заебами, поэтому вкладывать в нее деньги, это, как бы, это, ну, бред сумасшедшего, если честно. Я бы не стал, потому что, опять же, вот, нести ответственность, тут есть, опять же, нюансы, да, за мотоцикл, ты несешь за него ответственность, потому что ты его, опять же, контролируешь, ты его обслуживаешь, от тебя зависит безопасность, то есть твоя безопасность, безопасность других. А женщина, ну, это, как обезьяна с гранатой, ты там ничего не контролируешь, то есть нести за нее ответственность, это глупость, это полный бред, я считаю. Ну, в общем, как-то так, с, не знаю, интересный получился видос или нет, если интересный видос, ставьте лайк, если нет, то, ну, не ставьте. Короче, смешал все в кучу, женщины, мотоциклы. А, блядь, ну, а хули делать, у меня отпуск, сейчас время есть поснимать, чего бы не поснимать, ладно, все, всем пока.